Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской Республике в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. На основе рун и орнамента в Минкульте Республики представили логотип празднования столетия автономии Чувашской Республики. Без единого поражения хоккейная команда «Яльчики» выиграла турнир «Золотая шайба». Убрать снег, чтобы вывести мусор. Как решают проблему содержания контейнерных площадок в районах Республики зимой. Сегодня президент России Владимир Путин уволил с должности главу Чувашии. Согласно указу, временно исполнять обязанности руководителя региона до вступления в должность лица избранного главой Чувашской Республики будет Олег Николаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремлин.ру. Сегодня же президент России Владимир Путин встретился с Олегом Николаевым. К другим новостям. Менее пяти месяцев остается до знаменательного события – столетия автономии Чувашии. О том, как готовится республика к юбилейной дате, говорили на заседании Оргкомитета. Создание автономии дало толчок развитию национальной республики, сохранению ее культуры, языка. За вековую историю Чувашия пережила многое. Развитая экономика, социальная сфера, аутентичность – такой предстает республика сегодня. Праздник придет в каждый район Чувашии без исключения. В планах проведения более 80 масштабных мероприятий. Один из них – фестиваль муниципальных образований «Марафон столетия» уже стартовал в Алатарском районе. На днях эстафету примет Шамуршинский. К кульминации торжеств станет большой театрализованный концерт в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Каждый человек, кто отдал свою жизнь, творчество, свой, как говорится, профессионализм в республике, они должны принимать участие на этом торжестве. Предполагается, в 18.00, вот 5-6-7 тысяч, сколько мы можем, человек приглашаем в Ледовый дворец. И мы хотим показать двухчасовую программу по лесу истории. На стадии утверждения – юбилейная символика. Дизайн логотипа столетия основан на рунической и пиктографической орнаментальной письменности. Основным смыслом знаков на символе является символ – это память о прошлом и дум о будущем. Подготовлены, надо знать, макеты. Логотип, наверное, идет в гостиницах, в этом надо размещать, ну, помимо народных художественных промыслов. То есть надо проговорить эту работу, чтобы любой приезжающий видел, что у нас столетие просто, ну, где-то это висело, размещалось там и так далее. И, наверное, перечень все-таки продукции, как-то надо определиться, что это будет. Работа кипит. Оргкомитету предстоит решить еще немало вопросов, связанных с финансовым, техническим и информационным сопровождением праздника. Рифат Фаткулин, Андрей Жоклев, Республика. Еще в начале осени жители сельских поселений Янтиковского района обратились с жалобами на отсутствие площадок для мусора. Как изменилась ситуация и с какими трудностями сталкиваются перевозчики в репортаже Юлии Важениной. Два раза в неделю зимой и через день летом. Сейчас Янтиковский район можно назвать показательным по вывозу твердых бытовых отходов. Всего в районе 31 населенный пункт, а это почти 300 площадок для складирования мусора. По два евроконтейнера на каждой. Проблемы по вывозу мусора разрешили полностью. Хотя сверху у нас требует, чтобы раздельная сборка мусора организовали. Но в зимнее время сейчас мы пока не можем, потому что вопросы надо решать, сколько контейнеров надо поставить для раздельной уборки. Но в будущем мы собираемся и раздельную уборку мусора. Параллельно приходится решать и другие проблемы. Подъезды к некоторым площадкам очень узкие и мусоровозу трудно разворачиваться. При выборе места под контейнеры администрация района старалась учитывать этот факт, но не везде получилось. Еще одна трудность к некоторым деревням – нет асфальтированной дороги. Оба вопроса администрации района планируют решить летом. Что касается жителей, то неудобств с вывозом мусора они не испытывают. Мусор вовремя увозят, в неделю два раза зимой. Ой, зимой, да, да. А летом вот, в неделю, наверное, можно и больше. Еще один вопрос актуален именно зимой. Снегом заваливают контейнерные площадки. А кто будет их очищать, неизвестно. В городе – это работа управляющих компаний. В районах она ложится на сельские поселения. В Янтиковском районе нашли выход. Здесь планируют заключить дополнительный договор с компанией, которая занимается вывозом ТБО. Уборку снега в контейнерных площадках – это в наш контракт не входит. В наш заключенный с нами контракт это не входит. То есть уборку снега кто-то должен убирать. Или мы готовы сами уже убирать, но, соответственно, это должно будет как-то уже оплачиваться. В начале следующего месяца в Янтиковском районе планируется уточнение бюджета. Администрация готова выделить дополнительные средства именно на расчистку контейнерных площадок. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Минстрой Республики инициировал включение шести домов в реестр проблемных. Речь про несколько позиций в Новочебоксарске, одну в столичном жилищном комплексе Аллы и Паруса и две позиции в районе речного порта. Соответствующие документы уже направлены в Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Эти меры позволят рассчитывать на дополнительное финансирование и другие преференции, чтобы достроить объекты. По делу о заказном убийстве в Чебоксарах к суду привлекли бывшего депутата городского собрания Евгения Андреева. По версии следствия, Андреев из личной неприязни к своему бизнес-партнеру с декабря собирал на него компромат, а затем заказал его убийство. 25 декабря 2017 года в одном из дворов на территории северо-западного района города Чебоксары потенциальный исполнитель данного преступления, а именно убийство потерпевшего, встретился с будущей жертвой и рассказал ему о том, что ему заказали его убийство, но за денежное возграждение в размере 50 тысяч рублей он готов отказаться от задуманного. При этом злоумышленник не отступил от задуманного и заманил жертву в безлюдное место. Подоспевшие сотрудники ФСБ предотвратили убийство. Дело рассматривалось судом присяжных, которые вынесли обвинительный приговор. Подсудимый вину в совершении преступления не признали. В то же время, как я рассказал ранее, доказательства, которые были представлены в страну обвинения, полностью подтвердили то обвинение, которое было бы предъявлено. Суд определил организатору покушения на убийство в наказании в виде 9 лет лишения свободы, а исполнителю данного преступления в виде 10 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в течение года после освобождения из мест лишения свободы оба осужденных будут ограничены в своей свободе. Приговор в законную силу пока не вступил. Писатель и доктор, заслуженный врач РСФСР и заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Петр Осипов всю жизнь успешно совмещал творчество с медицинской практикой и научной деятельностью. В Чувашском академическом драматическом театре прошел вечер его памяти. Проклятое племя – спектакль о трагических событиях начала 20 века, которые коснулись и жителей чувашских деревень. Революционные волнения здесь переплетаются с любовной линией. Поставить пьесу Петра Осипова на сцене чувашской драмы решили к 120-летию автора. Режиссер постановки Наталья Сергеева. Ее поразила судьба этого незаурядного человека. Этого человека настолько раздирало между музыкой, искусством и медициной. Порой просто поражаешься. В самые тяжелые времена театра он всегда выручал, помогал. Но это из истории ясно, что когда Максимов Кошкинский ушел в Чувашкино, на выручку пришел наш любимый Петр Николаевич Осипов. Все поднял, все восстановил, все-все сделал. Поэтому не может театр остаться в стороне от его творчества, от его юбилея. В качестве режиссера Петр Осипов поставил на сцене театра 25 пьес. Писал сам и переводил русских классиков на чувашский язык. Благодаря ему зрители увидели «Не так живи, как хочется» Островского, «Коварство и любовь Шиллера» – лекцию о вреде табака Чехова. Петр Осипов и сам выходил на сцену и играл в кино. По приглашению Максима Кошкинского он играл главную роль в первом чувашском фильме «Черный столб». Он воплотил на сцене около 40 образов – от фельдшера из хирургии Чехова до Мехетера из Нарспи Константина Иванова. О чем он мечтает? Знав, что он очень любит театр, принимает участие в постановках русских спектаклей. При этом творческая работа никак не мешала ему быть востребованным и в другой профессии – медицинской. Петр Осипов заведовал терапевтическим отделением в Чебоксарах. Холодный лед и горячие эмоции. В Чебоксарах прошел финал республиканского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди хоккеистов старшей возрастной группы. На решающей игре побывал Рифат Фаткулин. На льду лучшие хоккейные команды – Комсомольск и Яльчики. Исход игры непредсказуем. Молниеносные атаки на первых же минутах. Хоккеисты, несмотря на свой юный возраст, играют агрессивно. В первом периоде команды обменялись точными ударами. 1-1. Игра равная. Соперник – броски очень сильные. Они очень крупные. Играют в защите хорошо. Что в вашем случае? У нас командный дух. Главное – не бояться. Не бояться ложиться под шайбу. Не давать бросать. Во втором периоде Яльчики усилили прессинг. В средней зоне шайба практически не задерживается. Спортсмены из Комсомольского уверенно защищаются. Но благодаря быстрым комбинациям соперников шайбы залетают в ворота один за другим. В третьем периоде напористость яльчикских парней не оставила сопернику даже минимального шанса на создание опасных моментов. Итог игры – 7-2. Яльчики побеждают. Благодаря тренировкам мы сильно играли сегодня. Ребята тоже молодцы. Играли достойно. Не тактично. Это настрой был. Как настраивались, так и выиграли. В целом, золотая шайба прошла долго. И всех мы выиграли. Без единого поражения. Золотая шайба – в первую очередь соревнование не для профессионалов, а для всех, кто только еще мечтает о большом спортивном будущем. Игры проходят в два этапа. В этом сезоне участвовало более 20 сельских команд. Самое важное для ребенка – те, которые заняли первые места, дальше они проходят в следующий этап и будут уже бороться с командованием других субъектов Российской Федерации. Финальные соревнования будут проходить в городе Салават, в Башкортостане. Хоккей, в первую очередь, развивает в детях мужской характер. Конечно же, координацию. И те, кто пришел в хоккей, наверное, остаются с этим видом спорта до конца. За серьезные победы – профессиональные призы. Лучшим из лучших вручили кубки, медали и грамоты. Расслабляться нельзя. Борьба за чемпионство уже на всероссийском уровне продолжается. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Таковы главные новости к этому часу. Сейчас полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Бор машины, скальпели и все, что обычно пугает пациентов стоматологических клиник, уходит в прошлое. Новое слово – лазерные технологии. Именно они стали темой семинара практикума для врачей клиники Дентомед. Сегодня лазеры используют в самых разных направлениях. От лечения кариса и мягких тканей до стоматологической хирургии и имплантологии. Мы уже больше 10 лет пользуемся лазером. Лазер применяют у нас стоматологи всех специальностей. Это начинают с детской стоматологии, стоматологи-терапевты при лечении зубов, стоматологи-ортодонты при исправлении прикус, стоматологи-парадонтологи – это лечение десен и слизистой. Также стоматологи-эндодонтисты – это при лечении каналов зубов, также используется лазер. Но так как технология улучшается, совершенствуется, и мы не хотим отставать на месте, потому что мы предлагаем своим пациентам самое лучшее, самое современное и безопасное лечение. И мы, конечно же, должны все время учиться, совершенствоваться, идти вперед дальше, быть флагманом стоматологии. Из преимуществ лазерных технологий – максимальный комфорт пациента, безболезненность, сокращение времени реабилитации после процедур. К тому же у этого метода практически нет противопоказаний. Мы можем использовать лазерные технологии для малышей, для беременных женщин, для людей, у которых есть какие-то противопоказания к традиционным методам с использованием бормашины или с использованием скальпеля. В имплантологии использование лазера помогает предотвратить отторжение конструкций, в хирургии сделать вмешательство менее травматичным и исключить возможность сепсиса. Всем известно, что хирургическая стоматология – это достаточно стрессово для пациента, как правило. Благодаря лазеру мы максимально сокращаем отеки, болевой синдром. Благодаря этому максимально сокращается период реабилитации после операции любых масштабов. И благодаря этому пациент как можно быстрее возвращается к привычному образу жизни. Специалисты говорят, лазерная стоматология – это самое современное, что врачи могут предложить пациентам. И специалисты клиники «Дентомед» владеют этими технологиями. Хорошая хозяйка знает, где и как выгодно наполнить холодильник свежей качественной едой. Елена Гаврилова часто готовит для своих любимые котлеты. Мясо покупает только здесь. И цены дешевле, и товар всегда свежий. Мы сегодня пришли за мясом. Выбор мяса здесь большой. И говядина есть, и куриное мясо есть, свинину очень большой выбор. Все, что нужно, можно купить в одном месте. Торговых площадок много, ассортимент большой. Приехала за свининой, заодно купила зелень, петрушку и укроп на торговом комплексе «Хивежский». Мне очень нравится покупать. Мясо, рыба и молочные продукты перед встречей с покупателем проходят жесткий контроль. Контролю качества продуктов питания на «Хивежском» уделяется особое внимание. Ежедневно ветеринарные врачи, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают входящую продукцию, отбирают пробы. И на основании исследования выдается экспертизный талон, где указано происхождение и сроки реализации продукции. У арендаторов проверяются документы на товар, ветеринарные сертификаты. Продукты подвергаются проверке не только на пригодность к употреблению, но даже на радиоактивность. Орехи, сладости, сухофрукты в развес покупать выгоднее. Не придется платить за фасовку и упаковку. От сетки до розетки, лампочки и сантехники здесь есть все для хозяйства. Бытовая химия, все для сада и дома. Кухонная, хозяйственная утварь. Хивежский – это современный торговый комплекс, где располагаются торговые павильоны с товарами первой необходимости и с удобной парковкой. Это оценили как покупатели, так и продавцы. Мы уже тут четвертый год. Торговый комплекс Хивежский. Чисто, аккуратно, доступные цены на аренду, парковка рядом. На втором этаже можно одеться модно и сильно с минимальными затратами. Женская и мужская одежда, шапки, шарфы, обувь, аксессуары. Мягкая и корпусная мебель на любой вкус и кошелек также порадуют чебоксарцев. Торговый комплекс Хивежский ждет вас за покупками.